Вот уже несколько недель на улице Гагарина ремонтируют автодорогу по всей ширине проезжей части. Продолжается фрезерование покрытия в направлении с города. К сегодняшнему дню старый слой удален почти на 84%. В обратном направлении уже стартовали работы по устройству нового покрытия толщиной в 5 сантиметров. Предусмотрен также выравнивающий слой. Конкретная беда была. От этого и пробки. Колодцы были у нас проблемной частью. До этого там, где был разрушенный асфальт, его убрали. Люки смотровых колодцев и дождеприемные решетки подняли на проектную высотную отметку. Под колодцами заменили изношенные плиты. Производили пробную укладку. Результаты пробной укладки соответствуют ГОСТу. И мы, соответственно, начали производить основную укладку. Здесь у нас работают две бригады. Вот одна бригада на укладке, одна бригада на подготовке. Это около 12-15 человек. Из единиц техники это два катка, асфальт-укладчик, гудронатор применяется для розливого битумного вяжущего и пылесос, который очищает основание. Дорогу на улице Гагарина ремонтируют круглосуточно. Днем в основном занимаются инженерными коммуникациями и другими подготовительными работами. Самые трудоемкие операции проходят ночью, чтобы днем не создавать помех движению транспорта, включая общественный. Улица отличается максимально интенсивным трафиком. Для удобства горожан полностью движение не перекрывается. Оно организуется по свободным полосам, которые не задействованы в ремонте. Специалисты отмечают, что за 9 лет после предыдущего масштабного ремонта дорога достойно выдержала эксплуатационную нагрузку. Количество дефектов стало стремительно увеличиваться в последнее время. С учетом мониторинга состояния дороги, мнения сотрудников ГИБДД, обращений горожан, дорогу на улице Гагарина решили отремонтировать от улицы Победы до Московского шоссе. Это 114 тысяч квадратных метров. Этот объект – самый протяженный в Самарском перечне дорог местного значения, который в текущем году приведут в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Благодаря ремонту методам больших карт преобразятся 4,6 километра проезжей части. На этой улице находится большое количество социальных учреждений, досуговых зон, включая скверы и парк дружбы. Работы ведут в соответствии с графиком. Новые технологии также позволят выполнить работы с надлежащим качеством и иметь большой срок службы. Работы ведут по погодным условиям, потому что в приоритете находится качество выполнения работы. То есть в этом году у нас довольно достаточно дождливая погода и много дней с осадками, когда покрытие мокрое и работы не могут вестись. По сухому, прометенному, чистому, пролетовому покрытию выполняется работа по укладке асфальтобетонной смеси. Национальный проект предусматривает укладка новых технологий. Здесь у нас «ЩМА-16» на полимерно-бетонную вяжущем. За сутки удается обновить около 5 тысяч квадратных метров проезжей части. Сейчас готов участок дороги на площади 12 тысяч. Все работы контролируют эксперты, местные жители и общественники. Алексей Степанов, представитель «Единой России», курирующий партийный проект «Безопасные дороги», рассказал, до старта основных работ в рамках нацпроекта контролировали исполнение гарантийных обязательств по контрактам прошлых лет. Замечания были, но они не относились к асфальтобетонному покрытию. Мы постоянно с общественниками на связи, с местными жителями читаем их отзывы, с ними на связи. Также привлекаем представителей общероссийского народного фронта. У нас здесь такой полезный симбиоз с ними, и наше КПД можно умножить на два в результате. Мы сейчас начали отслеживать график производства работ, контрактов этого года, со сроком исполнения до 1 сентября 2022 года. По подкладительным работам и по тому темпу, набранному подрядными организациями, график они, естественно, выдержат, чтобы успеть до 1 сентября и запроцентоваться, предъявить заказчику исполнительную документацию. Организации давно научились грамотно и профессионально укладывать асфальтобетоны. Улицу Гагарина планируют привести в порядок до конца июня, а работы ведутся во всех районах Самары, включая отдаленные в текущем году. На средства дорожного нацпроекта обновят более 700 тысяч квадратных метров. Это порядка 35 участков. Сейчас ремонт завершен на 13 автодорогах. Это 18,5 километров. Еще 4 объекта находятся в работе. Сергей Кезоркин, Сергей Баскин. События.